Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске образовательного проекта заболевания костно-мышечной системы у пациентов старших возрастных групп. Я напомню вам, что наша встреча аккредитована в системе непрерывного медицинского образования. Вы получаете зачетную единицу. Уже практически 400 подключений. Я с большим удовольствием представляю сегодняшнего эксперта. Это доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Российского генетологического научно-клинического центра, эксперт Российской ассоциации геронтологов и гериатров Юлия Викторовна Котовская. Юлия Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Здравствуйте, Антон Вячеславович. Я вот сегодня хочу вот так, чтобы мы нашу тему обсуждали без вступления, которое я делаю обычно. И вот поговорили с вами, обсуждая вот каждый такой шаг, который я сейчас подготовил слайды. Сегодняшняя тема дефицит движений, моделей, маски, патологии опорно-двигательного аппарата у пациентов старшего возраста. Я хочу начать с того и напомнить, что вообще вот эволюционно опорно-двигательный аппарат у человека, он рассчитан примерно на 50 лет. Это не мои мысли, не мое знание. Я привожу ссылку на ту статью, где я прочитал вот этот факт. И встает очень важный такой главный вопрос, что сегодня мы стремимся к увеличению продолжительности жизни, в среднем оцениваем это на уровне 80-90 лет возможностей. И как бы вот нам сделать так, чтобы опорно-двигательный аппарат дотянуть до этого возраста с хорошими, с приличными его функциями. И вот в том числе сегодня очень много накапливается данных, что действительно возрастные двигательные дефициты, они могут быть улучшены соответствующими вмешательствами. И вот я тут же сразу хочу, Илья Викторовна, чтобы вы вот этот информационный такой вот тезис основной подтвердили или оповергли, насколько сегодня гериатрическая медицина готова к тому, что мы можем действительно поддерживать двигательные функции пожилых пациентов до вот того уровня продолжительности, который сегодня обозначен в виде средней продолжительности в нормальных странах. На самом деле, смотря какая гериатрическая медицина в какой стране, потому что те страны, которые поняли, что на них вот-вот упадет бремя большого количества граждан старшего возраста, они начали развивать гериатрическую медицину достаточно давно. И как мы с вами знаем из истории о том, что пациенты пожилого возраста нуждаются в особых подходах, об этом стали говорить еще в довоенное время, до Великой Отечественной войны, до Второй мировой войны, скажем так. Но реальностью это стала ситуация необходимость развития гериатрии как особой уникальной медицины пожилого возраста, реальностью это стало, наверное, в 70-е-80-е годы. Но, тем не менее, вот самое такое длительно живущее, самое первое общество гериатрической медицины образовалось в Великобритании, по-моему, 50 или 60 лет назад. То есть человечество к этому готовилось. И надо сказать, что вот эти подходы, гериатрические подходы, в основе которых лежат прежде всего не медикаментозные методы, главным из которых является поддержание физического функционирования, поддержание физических функций, способности передвигаться самостоятельно, да, если хотите работать руками, ногами самостоятельно. Да, это, в общем-то, именно эти подходы развивались, и гериатры отдавали себе там отчет, что нужно развивать какие-то стратегии, которые позволят людям продолжать ходить, продолжать самостоятельно передвигаться. Поэтому вот вопрос о том, что готова к этому гериатрическая медицина или не готова, все определяется развитостью и вот целенаправленностью подходов на сохранение здоровья, на сохранение автономности пожилого человека. Но я вот хочу уточнить, что все-таки такие есть возможности сохранить, да? Совершенно верно. И, наверное, я вот сузила проблему до физической активности, но на самом деле существуют и другие методы, которые позволяют сохранить возможность передвигаться самостоятельно, сохранять активный образ жизни. Да, в частности, мы можем говорить и о лечении заболевания опорно-двигательного аппарата, медикаментозном. Мы можем говорить о хирургическом лечении заболевания опорно-двигательного аппарата. То есть, конечно, возможности такие есть, и они расширяются. Ну, вы не будете, конечно, отрицать, что вот эта замедленность действий пожилых пациентов, она сегодня рассматривается именно гериатрической моделью. Да, что вот, в общем-то, и в 50 лет можно иметь тяжелую остеоартрит, там в 60 тяжелую остеопороз, двумя-тремя переломами телопозвонков. Но это все равно немножко другие заболевания, чем тот же остеоартрит, той же рентгенологической стадии, но, например, в 75 или 80 лет, да? И вот эта, конечно, разница в замедленности, в тяжести каждого движения в пожилом возрасте, она представляет особый интерес именно с точки зрения гериатрии. Вот, ориентируясь на наших японских коллег, как неких вот лидеров гериатрической медицины, смотрите, у них хорошо развита гериатрия, правильно? В Японии. Вот исследование 2013 года, то есть не совсем давно, 70-74 года. Сколько у них людей не могут, да, более 80% испытывают страх падения, из-за чего практически снизили свою физическую активность. Не могут стоять без поддержки, подняться по лестнице, низкая скорость ходьбы, более половины воздерживается от выхода из дома. Вот, что это за проблема сегодня? Она ведь, вернее, она связана только ли с наличием там остеоартрита или остеопороза у пациентов? Или же это проблема, на которую мы можем сегодня взглянуть более иными глазами, гериатрическими глазами? Вот вы как считаете? Ну, конечно, это гораздо более широкая проблема, потому что вы абсолютно правы. Наверное, остеоартрит, другие вот такие явные заболевания опорно-двигательного аппарата, переломы, да, они, скажем так, являются лишь одной стороной медали. Но с возрастом вот это глобальное замедление, в том числе и того, что мы называем физическое функционирование, а по сути, в общем-то, тут очень многое из того, что перечислено на этом слайде, можно назвать именно так. Да, связано с некими физиологическими процессами, да, я бы сказала так, которые переходят в патологическую стадию. Я бы, наверное, в этом контексте обсуждала бы проблему, возможно, в том числе и саркопении, да, и опять-таки мы должны, вот, наверное, в этом контексте нашим слушателям обозначить такую проблему, что да, снижение мышечной массы с возрастом, это можно рассматривать как проявление физиологического старения, снижение мышечной массы с возрастом, физической силы с возрастом, может рассматриваться как проявление физиологического старения, но до определенной причины. А когда это превращается в ту цепь патологических состояний, которые описаны на этом слайде, потому что ни одно из этих состояний нельзя назвать здоровым старением, согласитесь. Конечно. В общем, может быть компенсировано физическими нагрузками, мышечными физическими нагрузками, упражнениями, но саркопения – это особое патологическое состояние, которое приводит ко всем этим проявлениям. Вы знаете, Илья Викторовна, очень важно, что вы коснулись саркопении. Я как раз-таки тоже сейчас хотел подвести к ней и сказать, что вот именно эта замедленность и тяжесть выполнения обычных действий у пожилых пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, она безусловно связана с сопутствующей этой саркопении. То, что сегодня получает термин «локомотивный синдром» в гериатрической практике. Так вот, мне бы хотелось в первую очередь обсудить с вами одну очень глобальную вещь. Мы понимаем все последствия локомотивного синдрома, что за ним стоит для пожилого пациента. Но вот возвращаясь к проблеме саркопении, да, в результате патология опорно-двигательного аппарата может развиваться саркопения, но ведь она же может развиваться у пациента сердечно-сосудистой патологии саркопения. В чем вы видите тут принципиальную разницу и имеет ли она значение для клинической, рутинной практики? Или же это любая саркопения может быть в сочетании с патологией опорно-двигательного аппарата, она должна оцениваться стандартно? Или же все-таки есть какие-то особенности? Давайте, наверное, сначала обратимся к тому, что имеется в виду под саркопенией, каково современное определение саркопении. Если мы откроем современное, наиболее полное, последний консенсусный документ европейской рабочей группы по саркопении, да, то мы прочитаем буквально следующее, что саркопения определяется как прогрессирующее генерализованное заболевание скелетной мускулатуры, ассоциированное с повышением риска неблагоприятных исходов, включая падение, переломы, физическую инвалидизацию и смертность. И что действительно, тут еще очень важный момент, что саркопения это отдельный код в международной классификации болезней и отдельное заболевание, вот что важно. То есть это отдельное заболевание с кодом М62.84, да, то есть это все-таки заболевание. То, что вы описали, да, действительно саркопения может быть первичной, когда она связана только со старением, да, вот это физиологически ускоренное снижение мышечной массы, да, достигающая какого-то патологического предела. Надо сказать, что опять-таки тут мы не можем с точки зрения патогенеза не коснуться процессов воспаления, потому что в основе прогрессирования саркопении, вот этой утраты мышечной массы и функции до саркопении как патологического состояния, лежит проблема старения. Да, воспаление, связанное со старением. И о первичной саркопении мы говорим только в тех случаях, когда у пациента нет иных причин саркопении, кроме старения. То есть, если хотите, да, это абсолютно здоровый человек, да, у которого вдруг произошло вот такое значительное снижение мышечной силы, мышечной массы, мышечной функции. Именно в такой последовательности, значимости этих признаков. Вторичная саркопения – это состояние другого рода. И выделяют несколько типов вторичной саркопении. Первый вариант – это саркопения, связанная с низким уровнем физической активности, да, которая, как правило, связана с длительной неподвижностью, малоподвижным образом жизни, да, в более молодом возрасте, чем мы сейчас обсуждаем, невесомостью, да, у космонавтов тоже может развиться снижение мышечной силы и функции, и мышечной массы. И вот здесь, как раз, чуть-чуть отступая в сторону, мне бы хотелось подчеркнуть, да, вот это связанное с длительной неподвижностью, малоподвижным образом жизни. Но надо сказать в этом аспекте о том, почему мы говорим, что пациентам пожилого возраста не нужны какие-то мифические, гипотетические, профилактические госпитализации. Потому что каждая госпитализация, даже так называемая профилактическая, да, это ограничение физической активности. Если пациент госпитализируется в связи с заболеванием, да, то снижение физической активности плюс другие процессы, они могут усилить и ускорить потерю мышечной массы еще больше. Если, там, три недели, проведенные с пневмонией, у пациента молодого возраста это потеря, там, 20 грамм мышечной массы, да, с последующим быстрым восстановлением, то у пациента пожилого возраста значительно меньший срок госпитализации в связи, например, с той же пневмонией приведет к потере 200 грамм мышечной массы. Ведь человек никогда эту массу и функцию мышц уже никогда не восстановит. Поэтому еще раз, первый вид вторичной саркопении – это саркопения, связанная с низким уровнем физической активности. Второй вариант вторичной саркопении – это саркопения, связанная с заболеванием. И вот этот тип саркопении ассоциирован с длительными хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системы, легких печени, да, и так далее. В том числе на стадиях тяжелой органной недостаточности и на стадиях с высокой активностью воспаления. И вот тут не случайно мы говорим о том, что, например, об этом знают очень хорошо кардиологи и специалисты, занимающиеся сердечной недостаточностью. Сердечная кахексия, да, легочная кахексия у пациентов с хобл, да, вот этот типичный вид пациента с хобл, с эмфиземой легких, бочкообразная грудная клетка, низкая физическая, низкая мышечная масса, да, такой достаточно истощенный вид. Да, это вот саркопения, связанная с хроническим заболеванием. И опять-таки хочу подчеркнуть, что это состояние с особенно высоким экоактивностью воспаления. Да, ну и, наконец, возможен третий вариант саркопении, это саркопения, ассоциированная с питанием, да, связанная она с неадекватным получением энергии или белка с пищей, связанная с синдромом эмалиабсорбции, связанная с синдромом мальнутриции, связанная с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому вот сейчас даже, вот смотрите, вот перечисляя вот эти варианты саркопении, то можно, в общем-то, понять, что, скорее всего, у пациента пожилого возраста вряд ли мы имеем дело с каким-то изолированным процессом, с каким-то изолированным состоянием. Скорее всего, мы должны говорить о комплексном патогенезе саркопении у пациентов пожилого возраста, поскольку пожилой пациент, это, как правило, и коморбидный пациент. Плюс это пациент с низкой физической активностью, со снижением физической активности, поэтому пусть плюс это пациент, у которого, по крайней мере, может быть снижено потребление белка или развивается белково-энергетическая недостаточность ввиду невозможности дозного там усвоения получаемого белка, ввиду снижения потребления белка. Да, то есть, все-таки у пожилого пациента патогенез саркопении, происхождение саркопении очень такое комплексное. И выделите, говорите только там, конечно, хочется, что говорить только о возрасте ассоциированной саркопении, но все равно проблема значительно глубже и значительно шире. Это как с остеопорозом, Юль Викторовна, да, вот это деление постменопаузальной остеопороза. До какого срока можно говорить о том, что это остеопороз, до какого возраста постменопаузальной? Почему, например, 80 лет он постменопаузальный, а не синильный? Да, вот здесь тоже невозможно. И все чаще и чаще все понимают, что когда мы говорим о остеопорозе, оно из смешанного генеза. Ну вот разница в патогенетическом возникновении, да, и как бы мы знаем вообще, вот если говорить о патогенезе саркопении, это вот что такое? Это снижение плотности капиллярной сети, как раз это вот из атеросклероза может притянуться. Это изменение рецепторной передачи, что и с сахарного диабета, и с инсулинорезистентности. Это системное воспаление, и, соответственно, воспаление в мышечной ткани, соответственно, это старение. И нарушение функции, связанное как раз с снижением мобильности в результате патологии опорно-двигательного аппарата. Но важно подчеркнуть для наших докторов, вот слушателей, которых уже практически 500 сегодня с нами, имеет ли это значение для клинического скрининга и лечения, или все же эти программы, они одинаковые. Вот это важно. И вот с моей точки зрения, это так же, как в остеопорозе, от того, что его поделишь на постменопаузальный, синильный, или в результате глюкортикостероидного остеопороза, ничего не меняется ни в диагностике, ни в лечении. Саркопения, с вашей точки зрения, как здесь? На мой взгляд, на самом деле, действительно, все равно схожесть диагностического подхода и схожесть лечебного подхода, она, собственно говоря, позволяет говорить о том, что саркопения – это такое надмозологическое понятие. Что, по сути, неважно, какая она первичная, вторичная, я не случайно вот так подробно пыталась остановиться на классификации, чтобы дать представление, что все очень сложно. Но проявления едины. И опять-таки, Антон Вячеславович, это нам дает с вами основания, еще раз подчеркнуть нашим слушателям, что саркопения – это гериатрический синдром. Мы говорим всегда о том, да, вот читая лекции о том, что такое сарческая остеония, читая лекции по гериатрии, мы всегда подчеркиваем, что гериатрический синдром, в отличие от классического клинического синдрома, простого клинического синдрома, это всегда очень сложный патогенез. Саркопения это наглядно демонстрирует, что выделить какое-то одно состояние практически невозможно. Будет ли меняться лечебная тактика в зависимости от того, какая первичная, вторичная саркопения? По сути, наверное, тоже не будет, потому что с точки зрения диагноза, опять-таки, мы с вами должны выявить снижение мышечной силы, подтвердить снижение мышечной массы, да, и выявить снижение мышечной функции. Только тогда мы вправе поставить там полноценный диагноз саркопения с определением степени ее тяжести. Что мы будем делать с лечебной точки зрения? Да, мы будем восстанавливать мышечную силу и мышечную функцию, пытаться хоть как-то восстановить мышечную массу. Законы для восстановления всего этого, они практически тоже одинаковы. Что для того, чтобы функция органа восстановилась, восстановилась, необходима его тренировка. Полосатая мускулатура, скелетная мускулатура точно такой же орган. И для того, чтобы все заработало опять значительно лучше, необходимы физические нагрузки, да, и развитие мышечной силы и массы. И это будет красной нитью проходить через физическую реабилитацию любого состояния, которое мы относим к вторичным причинам саркопении, да, или к причинам вторичной саркопении. Да, и опять-таки я позволю себе обратиться к примеру сердечной недостаточности, да. Ведь при сердечной недостаточности сейчас колоссальное внимание, и не только сейчас, это уже стратегия, которая, наверное, выработалась на протяжении, ну, наверное, последних 30-35 лет. Что пациенту с сердечной недостаточностью необходима физическая реабилитация, необходимы физические тренировки, да, те, которые будут препятствовать дальнейшему снижению мышечной массы. Снижение белка тоже, да, потребление белка, вот этот белковый компонент саркопении, связанный с питанием, да, тоже является неотъемлемым компонентом поддержания мышечного здоровья. И на эту тему даже существует специальный документ Европейской ассоциации по питанию, да, который именно акцентирует на то, что вот у нас есть два компонента сохранения мышечного здоровья и лечения саркопении. Это физические нагрузки и питание с оптимальным соотношением белка, с повышенным содержанием белка относительно более молодого возраста, как минимум более 1 грамма на килограмм массы тела в сутки, да, и что это требуется для того, чтобы поддержать мышечное здоровье. Если мы говорим о саркопении, то количество, потребность в белке может возрастать до полутора, даже до двух грамм на килограмм массы тела в сутки. То есть универсальная стратегия, еще раз, саркопения это надмозологическое понятие, и универсальные стратегии, да, коррекции этого состояния, да, с какими-то адаптациями в зависимости от коморбидного флона пожилого пациента. Ну да, безусловно. Я хочу теперь вернуть вас, Юлия Викторовна, вот к совсем новому определению боли. 40 лет его оно не менялось, СИАСП никак не реагировал вот на то, что уже требуется как-то по-другому взглянуть на боли. Вот в июле они меняют определение боли, и смотрите, главную фабулу добавляют шестью принципиальными позициями. И вот, с моей точки зрения, здесь все подходит для гириатрии. Вот все, я сейчас выступаю на меншпене, везде говорил о том, что как будто это вот с гириатрического пациента, да, маска, описана вот в определении боли. Ну, мне хочется вот с вами обсудить тот факт, что, смотрите, тоже третий пункт этого определения говорит о том, что понятие боли вообще пациент, он познает через свой жизненный опыт. И, конечно, пациент пожилого возраста, это пациент, который имеет более богатый опыт, и в том числе неэффективного лечения, и эффективного лечения, да, боли. И вот он, приходя к врачу, зачастую, и слыша назначение там обезболивающего препарата, он себе на подкорке оставляет некий сигнал, что это уже было и не очень помогло. Это влияет на комплайн с врачом и на выполнение всех немедикаментозных рекомендаций. Как вы считаете, с точки зрения гириатра, как мы можем влиять на возможности, вернее, вот двигаться, заставить двигаться пациентам? Ведь это самый важный вопрос. И вот бесконечное число вопросов от докторов в нашем чате. Ну как заставить двигаться нашего пациента выполнять комплекс упражнений? Я считаю, что жизнь изменилась. И вот мы с вами сколько уже участвовали там, в том числе в московском долголетии, видели, да, пожилых пациентов с фондом «Артист». Двигаются пожилые люди, хотят. И я так считаю, что, в принципе, грамотный разговор с пациентом и объяснение конкретных упражнений, да, не просто вот там, вам надо делать зарядку, а вот вам надо делать такие, такие. Причем для пожилого человека нельзя расписать комплекс из 20 упражнений. Это должно быть 3-4 вот вида упражнений, но очень четко, с количеством повторений, с количеством подходов для выполнения этих упражнений. Как вы видите, вот сегодня возможность преодолеть жизненный опыт боли у пожилых пациентов. Вот мне кажется, это очень важный вопрос, в том числе в аспекте обсуждения саркопении. Мы же понимаем, мы можем дать витамин D, лейцин пациенту, белок, но если тренинга мышц нет, да, то, к сожалению, мы рассчитывать-то на успех лечения не можем. И тот же йогурт, который давали в провайде с D-протеином и с лейцином, оно же было на фоне тренинга пациентов. Только это условие, как бы, что растет мышечная масса и сила. Вот как, Юлия Викторовна? Ну, Антон Вячеславович, вы ставите вопросы очень серьезно, да, вот как помочь человеку преодолеть свой жизненный опыт, да. Но, наверное, я бы сказала так, вы не случайно все-таки подчеркнули, что вот каждая из этих позиций ложится вот на гериатрический подход к пациенту пожилого возраста. Вот каждая эта позиция очень гериатрическая. И давайте с вами подумаем, вернее, вспомним и нашим слушателям напомним о том, что гериатрия – это всегда мультидисциплинарный подход. И, опять-таки, в развитых странах, с развитой гериатрией, вот настоящая гериатрическая команда, мультидисциплинарная, всегда включает психолога. И, с одной стороны, да, потому что психолога, специализирующегося на психологии людей пожилого возраста. Это совершенно особая группа специалистов. Это, наверное, даже сейчас у нас это штучные специалисты. И, в общем-то, они помогают преодолеть этот страх боли и мотивировать пациентов на двигательную активность. С другой стороны, вы абсолютно тоже правы, вот сейчас вы это отметили, что у нас опыт и московского долголетия, фонда «Актист», да, показывает на то, что пожилые люди стали двигаться. Да, и, в принципе, вот это изменение современного, вот портрета современного пожилого человека, оно, наверное, тоже в данной ситуации играет, в общем-то, что называется, на руку. Потому что вот эти примеры людей пожилого возраста, которые двигаются, и вот это вот даже начало физической активности в преклонном возрасте, регулярной физической активности, физических упражнений, дает людям пожилого возраста тот необходимый положительный опыт, да, который тоже, в общем-то, складывается в жизненные опыты, в желание сохранить движение. Более того, да, мне кажется, что мы немножко, опять-таки, с точки зрения психологии, немножко недооцениваем людей пожилого возраста в их желании двигаться и в движении, как в преодолении, в том числе, болевых ощущений. Потому что пожилые люди, они порою вот в стремлении сохранить свою независимость и способность, возможность выполнять какие-то действия самостоятельно и жить самостоятельно, они могут быть мотивированы даже в большей степени, чем мы можем себе представить, чем мотивированы люди более молодого возраста, у которых ничего не болит. И, в принципе, наверное, вот эти вот компоненты, что сама по себе физическая нагрузка, да, как один из немедикаментозных мер коррекции боли, физические нагрузки – это основа, да, лечения болевого синдрома. Вы тоже очень часто цитируете эти современные рекомендации всех экспертных сообществ, что основа лечения болевого синдрома – это физическая нагрузка, хронического болевого синдрома, да, подчеркнем, что физическая нагрузка, в принципе, дарит настолько много позитивных эмоций, да, что и дает уверенность в себе, что, наверное, тут меняется и другое, и в том числе вот это вот психологическое восприятие боли. Поэтому вот что бы я сказала, что, да, конечно, нужен психолог в мультидисциплинарной гериатрической команде, да, и вот этот подбор физических упражнений в абсолютно правы, конкретных, что должно быть сделано, как должно быть сделано, это то, что, наверное, является крайне важным вот в преодолении этого не всегда позитивного опыта. Это упражнение, вот это очень важно, небольшого, врачи должны… Небольшого, да, именно конкретных, четких. Два-три. Но самое главное – выполнимых для пожилого человека. Если мы ему зададим задание выполнять какие-то упражнения, которые он заведомо выполнить не может, в том числе в силу болевого синдрома, то, конечно, мы похороним всю идею лечения хронической боли. Мы думаем с вами одинаково, я даже слайд специальный подготовил, просто чуть-чуть не успел его показать, да, что невозможно с локомотивным синдромом пациентам оказывать помощь врачу только одной специальности, заведомо будет. И, кстати, вот я еще хотел прокомментировать, и опять же сейчас на той неделе, готовясь к этим болевым докладам, к конгрессу, прочитал очень интересную работу из Голландии, которые показали, что молодежь в Голландии разделилась на два лагеря. Учитывая, ну, все знают, что много психоактивных веществ в Голландии легализованы, разрешены, да, и вот сегодня вот врачи заметили, часть молодежи пользуется психоактивными веществами, а часть молодежи занимается фитнес-залом. Это еще раз доказывает вашу правоту, насколько вот сегодня спорт и физическая активность может заменить вот любую сферу удовольствия, да, вот это очень важный момент. И мы очень четко понимаем, это же и по жизни действительно так, что это можно заниматься спортом и иметь те же вот гормоны удовольствия и счастья, которые связаны, которые другая часть населения людей получает только используя какие-то психоактивные вещества. Вот это очень важно. Но я хотел бы еще... Добавлю еще один момент вот в плане физической активности. Вот вы сейчас говорите, мне вспомнилось одно из моих первых посещений Конгресса Американской Ассоциации Сердца. Да, это было уже очень много лет назад, но Америка же это такая страна очень своеобразная, там все вот такие медицинские события очень широко освещаются в печати, в такой общественной, в публичной печати, да. Вы прекрасно знаете, что там даже все клинические исследования, которые завершаются, они интерпретируются для публики, они интерпретируются для пациента и там освещаются в CNN, в BBC. И вот в частности, перед этим Конгрессом журнал «Таймс» вышел с такой обложкой, на ней была нарисована стопа, да, вот просто отпечатая след, даже не стопа, а след от ноги человека, да, и лозунг, что мы бы преодолели бы огромное количество проблем, связанных со здоровьем, если бы поставили Америку на ноги, имеется в виду, заставили бы ходить, заставили бы заниматься спортом. И вот один из ведущих американских кардиологов на том Конгрессе, читая лекцию о физических упражнениях и их роли в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сделал такой очень интригующий слайд, который, вот честно, я перенесла во многие свои презентации, да, что знаете ли вы, уважаемые коллеги, то средство, которое лечит артериальную гипертонию, лечит дислепидемию, лечит сахарный диабет, лечит депрессию, вообще улучшает качество жизни и так далее, и так далее, и при этом совершенно бесплатно, да, и этот ответ был очень простой, это ходьба, да, и он вот стимулировал всех, да, что объяснять пользу физической нагрузки, пользу ходьбы, как совершенно бесплатного метода физической нагрузки, да, и демонстрировал, какова доказательная база в профилактике, в том числе масса возраста ассоциированных болезней, поэтому вот еще раз, да, что вот этот вот компонент, он является крайне важным, извините, я отмеклась. Ну, мы уже начинаем вспоминать, тоже не в семнадцатом или восемнадцатом году был большой метаанализ эффективности терапии психогенного компонента боли, то, что мы знаем, вот негативный копинг стратегии пациентов, так вот оказалось, что да, есть целый там набор антидепрессантов, когнитивно-поведенческих методов терапии, но самым эффективным оказалась лечебная физкультура, вот казалось бы, да, где вот копинг стратегии, вот негативизация пациента, и где физкультура, а вот все-таки то, что миокины способны перестраивать в том числе и нейротрансмиссию, да, и вообще набор медиаторов в структурах центральной нервной системы способны преодолевать вот даже психогенный компонент боли, то есть вот эту негативную катастрофизацию болевых синдромов у пациентов. Ну вот, коллеги, как раз эти аспекты сегодня нашли отражение в клинических рекомендациях, которые подготовлены Российской ассоциацией геронтологов-гериаторов, Российским геронтологическим научно-клиническим центром, экспертами, и вот как раз-таки уровни доказательности, связанные с физической нагрузкой, с возможностью гериаторам менять негативные копинг-стратегии, уровни убедительности и достоверности, да, доказательства, они даже выше, чем у медикаментозных препаратов, и вы, познакомившись с этими рекомендациями на сайте, на сайте, да, рубриката клинических рекомендаций Минздрава, найдете как раз-таки подтверждение моим словам, что это очень и очень доказательно. Юль Викторовна, я теперь хотел бы, да, коллеги, помимо этих рекомендаций, сегодня я еще раз хотел бы вам напомнить, я уже вам показывал, целый портфель клинических рекомендаций Российской ассоциации геронтологов-гериаторов подготовлено касательно и проблемы старческой астонии, как титульной проблемы, и проблемы профилактики падения у пациентов пожилого старческого возраста, синдром альнутриции, недержание мочи, хроническая боль, еще что-то, Юль Викторовна, или все перечислил? По-моему, все, 6 штук. Да, вот, и теперь мне хотелось бы еще коснуться вот проблемы падения у пациентов старшего возраста в рамках как раз-таки тоже двигательных дефицитов, которые мы обсуждаем, и вот к чему я падение хотел коснуться, потому что мы, с одной стороны, очень четко знаем, что боль, это всегда увеличен риск падения, это прекрасно демонстрирует даже очень старые исследования педагогические, и с другой стороны, мы четко знаем, что нестероидные противовоспалительные препараты, антидепрессанты, антиконвульсанты, которые сегодня мы тоже стали широко использовать для лечения хронической боли, все существенно увеличивают риск падений. Получается некий замкнутый круг. Боль не лечить, человек падает, да? Боль мы лечим, даем лекарственные препараты, мы опять влияем на риск падения. Вот, Юлия Викторовна, вот этот такой круг, здесь, как вам видится, какие действия врач должен предпринять, в связи с тем, что и сама боль, и лекарства для лечения боли, все влияет на увеличение риска падения. Антон Вячеславович, но я бы не стала бы вот эти данные об ассоциации перечисленных лекарственных препаратов с риском падений, настолько вот интерпретировать с точки зрения лечения боли. Ведь пациенты принимают эти препараты не только для лечения болевого синдрома, я имею в виду антидепрессанты, например, да, и антиконвульсанты. Могут быть другие, что называется, причины приема этих препаратов. Для того, чтобы корректно интерпретировать вот данные их об ассоциации с риском падения, нужно смотреть именно под этим углом, да, зачем принимались эти препараты. Ну, в данном случае, если вы обратите внимание, это статья по остеоартриту. Ссылочка у меня стоит. Это как раз-таки лечение остеоартрита. Ну, дополнительные, скажем так, наверное, тоже не отменялось, да, включались какие-то исследования. Но это вот такие вот очень важные моменты, на которые все равно нужно было бы обратить внимание. Как интерпретировать, как к этому относиться? Давайте мы вот с вами все-таки разделим, скажем так, лечение острой боли или обострение боли, да, и длительное лечение боли, да, потому что если когда мы говорим об обострении боли, то, наверное, мы должны купировать боль доступными средствами. И вот те препараты, которые здесь перечислены, они необходимы, да, а дальше мы уже вступаем в фазу лечения не просто обострения боли, а лечения хронического болевого синдрома и в профилактику обострения. И вот здесь, мне кажется, что очень важна правильно выстроенная стратегия вообще в принципе коррекции болевого синдрома. мы должны понимать, что, да, вот когда у нас пациент имеет обострение боли, мы, да, баланс пользы, риск всегда взвешиваем, и мы понимаем, что применяя эти препараты на какой-то период времени, на период купирования обострения, у нас польза от применения этих препаратов, скорее всего, преобладает над рисками. Согласитесь, да? А когда мы переходим уже к длительному лечению боли, тут уже важно понимать, да, для чего каждый из этих препаратов применяется, да, и насколько, опять-таки, правильно, мы все равно вернемся к этой проблеме, выстроена немедикаментозная коррекция болевого синдрома, которая включает и физические упражнения, и вспомогательные средства, и артопедические приспособления, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, на мой взгляд, нужно просто понимать, что всему свое время, да, у нас существует стоп-старт-критерий в гириотерии. Да? Я бы немножко с другой стороны, Юлия Викторовна, извините, прокомментировал ситуацию, так как я это на самом деле вот комментирую, когда с врачами говорю об этом. Это означает, с моей точки зрения, только один очень важный факт, что лечение боли у пациентов пожилого и старческого возраста должно включать реализацию плана профилактики падения. Да, я с вами согласен, что невозможно избежать НПВП в ряде ситуаций. Да, когда-то нам понадобится дулоксетин, да, когда-то понадобится там пригаболин, габрептин. Но это означает, что сегодня, когда мы начинаем говорить о лечении боли, мы не можем это разделить вот так, с проблемой падения у пожилого человека. Не падение заняться отдельно, а болью отдельно. То есть это означает, что если пациент болит, мы должны выяснить, есть ли у него соматика еще, которая может быть связана с падениями, да, там нарушение ритма сердца, сахарной диабеты, вот эпизоды гипогликемии. Есть ли у него там сердечная недостаточность с симптомами, что мы в эту сторону можем посмотреть, сенсорные дефициты у пациента, сколько раз он ночью встает в туалет, там нектури у мужчин или недержание. Мы должны обсудить дефекты безопасности окружающей среды, быта с этим пациентом. И опять же вернуться к проблемам с аркопенией и, соответственно, риск остеопротических переломов. То есть сегодня вот лечение боли должно обязательно для пожилого пациента включать реализацию плана профилактики, индивидуального плана профилактики падения. Антон Вячеславович, я хочу сказать, что вы абсолютно мне не противоречите, а я не противоречу вам. Я в принципе дополняю. Потому что это, во-первых, взаимодополняющие вещи, но мне хотелось бы вот все-таки подчеркнуть еще один момент, что если мы говорим об индивидуальном плане профилактики падений, то пунктом номер один там будет стоять пересмотр лекарственных назначений. Начнем с этого. И вот не случайно я хочу привлечь внимание наших докторов. Вот мы часто в наших лекциях, на наших семинарах говорим стоп-старт критерии. И может быть нам с вами нужно подумать и сделать такой какой-нибудь специальный выпуск о том, чтобы показать, что это такое и как это работает. Потому что я думаю, что немногие знают, что такое стоп-критерий, каково такое общее определение стоп-критерия. Вот одно из определений стоп-критерия, глобальное, да, не конкретно по классам препаратов, а глобальное, что это любой лекарственный препарат, назначенный сверх необходимой продолжительности его применения. И вот здесь, да, вот опять-таки возвращаясь к тому, что все-таки важно купировать боль, и тут, что называется, важны, можем применять все эти препараты, если нам это необходимо, но мы не должны их применять дольше, чем это необходимо. И вот для нестероидных противовоспалительных препаратов очень четко же сформулирована позиция. Минимально эффективная доза, минимальное продолжительное время. Для людей это 14 дней, не более. То есть, точно. Не можно больше. То есть, и здесь, в общем-то, то же самое. Здесь то же самое, потому что применять эти препараты дольше, чем это нужно, да, тоже, в общем-то, является очень таким компонентом. Опять-таки, да, роль немедикаментозных методов, все, что применяется для лечения боли, все является компонентами плана профилактики падения. Физические нагрузки, да, и так далее. Но в том, что этот план значительно шире, я с вами абсолютно согласна, да, и корректная лекарственная терапия – это лишь элемент этого плана, но очень важный. Да, бесспорно, и, конечно, этим надо заниматься особенно. Мы сейчас подойдем чуть позже к лекарствам, тем более, многие коллеги уже видели, это мета-анализ, который вот совсем недавно был опубликован. Я все-таки еще хочу вернуться к тому, что дефицит движения сегодня, Юлия Виктора, наверное, нельзя тоже в отрыве рассматривать от когнитивных функций пациента. И вот почему эти когнитивные функции… Ну, у меня есть для этого слайд, давайте я тогда коротко, быстро все-таки прокомментирую этот мета-анализ, чтобы подойти к когнитивным функциям. Я все-таки хочу напомнить, что да, вот есть все-таки препараты, вот это 19 октября 2020 года публикация, совсем свежая, 6 месяцев продолжительности лечения остеоартрита, да, насколько эффективны. И вот топовые места мы видим, как раз-таки по остеоартриту заняли гиалуроновая кислота, витамин D и глюкозамин хондроэтин. Да, рецептурные формы глюкозамина хондроэтина, как раз-таки ни один из указанных препаратов здесь не влияют, в том числе, на риск падения. Понятно, что нейропатическая боль психогенной будет все равно требовать назначения специфической терапии, но здесь все-таки главный акцент, поэтому сегодня соблюдение клинического алгоритма ЕСКЕО, где вот рецептурные формы уже много, не будут сейчас подробно останавливаться, доктора прекрасно знают, что и хондрогарты, и сустагарты, это рецептурные формы хондроэтина и глюкозамина, они должны в качестве базисной терапии и в качестве иностартовой терапии более использовать у пациентов, особенно пожилого возраста, тем более, что мы сегодня хорошо знаем, что их хондроэтин и глюкозамин способны уменьшать воспаление в мышечной ткани, влиять на саркопении, это тоже предмет сегодняшнего интереса. Ну вот я что хотел сказать, Юлия Викторовна, что вот это как раз-таки страх движения у пациентов, которые сегодня необходимо преодолевать, и он очень тесно связан с когнитивными нарушениями. И вот насколько сегодня, вот мы же понимаем, что если пациент не набрал 5 баллов, да, по возрасту не помеха, ему вряд ли будут делать КГО. Да, если он там набрал 3-4 балла, то там сделают краткую батарею теста физического функционирования. Ну вот мне что кажется, что вот пациент с болью, да, вот ведь говорят, что пациент старше 80 лет перенес остеопротический перелом, любой, даже если перелом тела позвонка, его надо рассматривать как пациента с фрейлти, да, со старческой остынией. Вот пациент с хронической болью, старшего возраста, мне вот тоже кажется, что его как минимум пре-фрейлти, да, рассматривать надо, потому что мы сегодня знаем, что остыни, с ходу остеоартрита. И вот здесь у меня большой, вот если бы я создавал клинику боли, я бы 100% всем пациентам оценивал когнитивный статус. Мини-КОК, ММСЕ, любой может быть инструмент. Неврологи подскажут, какой лучше выбрать вот для пациентов с болью. Но мне кажется, это принципиальный момент. Как вы считаете, Илья Викторовна? Абсолютно с вами согласна, потому что, наверное, это важно не только с точки зрения лечения боли, это безусловно важно, да, потому что пациенты, когнитивно нарушенные пациенты, они по-другому воспринимают боль. Да, у них должны использоваться, особенно у пациентов с деменцией, даже другие подходы к диагностике боли. И зачастую вот у пациентов, особенно с тяжелыми когнитивными нарушениями, трудно распознать, насколько боль купирована и насколько велика, так сказать, выраженность боли. Это с одной стороны. Поэтому оценка когнитивной, ну, это, наверное, такая не очень удачная ремарка, потому что, когда есть тяжелые когнитивные нарушения, наверное, проще уже, когда они видны невооруженным глазом, да, проще задуматься о том, а как же оценить боли у этого пациента, это боли лежит на поверхности. Но в любом случае, вот оценка когнитивного статуса, она крайне важна, поскольку и когнитивный статус повлияет на то, насколько наш пациент способен вообще следовать нашим рекомендациям и какие мы рекомендации ему дадим. С одной стороны, а с другой стороны, мы должны понимать, вы отлично мысль вообще высказали, что пациент с болью должен рассматриваться как при хрупке пациент, как пациент с остарческой остыней. А самое главное, что заложено в это понимание при остыне, в том, что это некое промежуточное состояние, что если предпринять усилия, пациент может стать практически крепким, то есть значительно улучшить свой функциональный статус. А если болью не заниматься, то пойдет снижение функциональности вниз по спирали. Поэтому вот здесь очень важно еще и понимать, что проводя вот эти все процедуры по коррекции боли, мы в том числе сохраняем и когнитивный статус пациента, потому что любая боль это прогрессирование, когнитивного снижения. А с другой стороны, ну вот хочется говорить о чем-то другом, но все равно ты возвращаешься к физическим нагрузкам. Физические нагрузки это необходимый компонент лечения нарушения когнитивных функций и замедления когнитивного снижения. Потому что и сейчас даже вот наши японские коллеги, вы помните это замечательное наше с ними общение, когда они предложили комплекс физических упражнений в сочетании с когнитивными упражнениями. Назвали это когнисайз. Когнитивный, да, от слова когнитивный, кусочек от слова экссайз, упражнение. И, конечно, это важно со всех точек зрения. И когнитивно-поведенческая терапия, и в том числе вот виртуальная реальность, которая у вас представлена на этом слайде, она дает возможность пациенту преодолеть, опять-таки, страх движения, да, и делает возможным, в принципе, вот реабилитационные мероприятия, направленные на расширение двигательной активности. Да, безусловно. И вот мне очень хотелось, чтобы сегодня у нас доктора услышали, что все-таки те двигательные нарушения, которые возникают у пациентов старшего возраста, это вот все-таки некий пазл, да, который невозможно. Это отражено в определении боли, что боль и ноцепция, это совершенно два разных феномена. Нельзя боль сегодня с пониманием вот того, как мы сегодня понимаем боль, укладывать только в активацию сенсорных нейронов, да, боль это намного более широкое чувство, и вообще более широкий феномен, чем вот только активность нервной системы. И вот что это некий, для пожилого человека это особенно важно, потому что каждый компонент, который мы сегодня с вами затронули, и когнитивные нарушения, да, ну, понятно, социальные статусы мне сильно говорили, саркопини, падение, безопасность быта, коморбидность, это вот целый пазл нужно сложить, чтобы оказать эффективную терапию боли. На самом деле все больше и больше же данных, подтверждающих о том, что если мы в лечении боли используем только лекарства, очень маленький процент эффективности. Клин в сторону когнитивно-поведенческой терапии, что вот только когнитивно-поведенческой терапии, тоже маленький эффект, да. Социальная инкорпорация пациента и неиспользование другого, ничего, тоже эффект не дает. Это лишь только вот комбинации, вот подходов с каждой позицией, то, что, в общем-то, и лежит в сфере компетенции врача-гириатра, да, оценить всю мозаику пациента, начиная от его бытовых условий, от условий проживания, кончая с кем он живет, да, на какие деньги и какие у него вообще возможности есть, вот это сегодня одна из основных задач врача-гириатра, что, мне кажется, является очень-очень важным. Аспектов. Ну и, конечно, вот еще раз возвращаясь к проблеме саркопении, ведь на самом деле, Людмила Викторовна, мы понимаем прекрасно проблему, гириатр ставит перед собой проблему, что это надо бы являть и диагностировать, но нет же в рутинной практике вообще акцентов на саркопению. Вот как вам видится все-таки, что мы еще ли должны сделать, или это что должно измениться, чтобы все-таки кроме гириатра врач общей практики обязательно занимался проблемой саркопения? Ну, в принципе, должно измениться, прежде всего, мышление врача, который занимается пациентом пожилого и старческого возраста, и должна измениться подготовка врача. Вот хотим мы того или не хотим, но пока мы в головах своих, в головах врачей, да, не поменяем вот это представление о пациенте пожилого возраста, о его личных истинных, скажем так, проблемах пожилого возраста, и не будем смотреть на пациента пожилого возраста только как на набор коморбитных состояний, только как на уровень артериального давления, уровень холестерина и сахара, да, когда мы увидим картину пациента в целом, и каждый врач, который работает с пациентом пожилого возраста, будет понимать, что те симптомы, от которых он отмахивается, ну, у кого, типа, там, 80 лет что-то не болит, да, что если там вам за 50, вы проснулись, у вас ничего не болит, значит, вы умерли, да, ну, такое улучшение. Если мы будем отмахиваться от этих состояний, да, то, конечно, так мы ничего не изменим. Поэтому, прежде всего, мне кажется, принципиально важной, да, изменение мышления врача, когда он встречает пациента пожилого и старческого, пожилого возраста. И он должен понимать, что вот за этим мнимым обострением зачастую сердечной недостаточности, например, может таиться депрессия, да, не назначать дополнительные дозы диуретиков, да, а просто понять, откуда происходит это депрессивное состояние. Оно может быть следствием болевого синдрома. Поэтому это, наверное, такой глобальный подход. С другой стороны, вот вы говорите о саркопении, что мы должны сделать, да, вот это один из элементов, понимать, что у пациента может быть саркопения. Наверное, нам нужны какие-то скрининговые инструменты для выявления саркопении у пациентов пожилого возраста. Вопрос с этим очень непрост, да, скажем прямо, потому что вот валидировать опросник, который бы позволял надежно выявлять саркопению или, по крайней мере, предположить ее у пациента пожилого и старческого возраста, это задача достаточно сложная. Я думаю, что вы дальше прокомментируете вот наши попытки, вот наше желание это сделать. А с другой стороны, вот опять-таки, мы подходим к тому, что нужны гериатрические оценки, объективные гериатрические оценки для диагностики саркопении. Самая простая гериатрическая оценка – это динамометрия, да, оценка мышечной силы, выявление сниженной мышечной силы, низкого рукопожатия. И тут, наверное, вообще можно говорить о том, что нормальной клинической практикой должен стать жест, от которого мы отвыкли за время ковида, рукопожатие. И то, что у нас, в принципе, не принято с пациентом, рукопожатие. И вот по силе рукопожатия тоже можно, по крайней мере, использовать это как скрининговый тест саркопении. Ну, а если говорить о скрининге для выявления мышечных функций, то вот элементарные, опять-таки, гериатрические оценки, но врач общей практики должен быть осведомлен, уметь это делать. Да, оценка скорости ходьбы, тест в стане идей, он скажет об очень-очень многом. Тест с пятью подъемами со стула, если невозможно, в конце концов, нету этих четырех метров скорости ходьбы, да, элементарные вещи, элементарная наблюдательность. Посмотреть, как пациент встает, как пациент двигается. Для объективной оценки засечь время для подъема. Вот тест с пятью подъемами со стула – один из самых валидированных тестов в области гериатрии. И, казалось бы, что проще его выполнять. Поэтому, наверное, нам нужно менять мышление врача. Нам нужно больше уделять на этапе даже додипломной подготовки ознакомлению с элементарными гериатрическими тестами. Но я бы сказала, что, наверное, задача нас, как представителей Российской ассоциации геронтологов и гериатров, то есть профессионального сообщества, которое разрабатывает клинические рекомендации, алгоритмы для врачей в области гериатрии, и, наверное, наша задача – сформулировать какую-то позицию, провести анализ, что мы можем рекомендовать для такой реальной клинической практики, для реального клинического применения. Антон Сидорович? Это неважно, мне кажется, еще внимание к студентам. Вот это реально сейчас не хватает. И то, что студенты вообще не получают основ гериатрии, хотя бы минимальных, ведь все дисциплины всему учат, и дерматологии, я не знаю, травматологии, учат всему, кроме гериатрии. Хотя это сегодня становится фундаментальной дисциплиной для увеличения продолжительности качества жизни. Вот фундаментальной. Почему до сих пор в додипломное образование гериатрии не попадает, меня это, конечно, тоже очень серьезно удивляет. Самое главное, что, опять же говоря, вот мы же с вами столкнулись с проблемой ординаторов по гериатрии, да, вот с не таким большим желанием. А почему? Потому что они не видят этой специальности. В травматологии они идут очарованные вот там на четвертом, пятом курсе, в урологию, в дерматовенерологию. А здесь даже мы не даем возможности очароваться студентам нашей дисциплины и прочего. Тем более, что сегодня-то, в общем-то, объемы вот этой гериатрии, они же немыслимы. Даже невозможно себе представить, что можно охватить гериатрии. Это же и реабилитацию может поглотить, и кардиологию, и пульмонологию. Все. Ведь болезни пожилого пациента – это все равно немножко другие болезни. Вот на примере костно-мышленных заболеваний я все стараюсь донести, что остеоартрит 75 и 50 – это две разные болезни. Остеопороз две разные. Это же можно говорить про любую болезнь, вот, да, терапевтическую, о которой мы говорим. Поэтому я тоже считаю, конечно, что еще бы помогали бы нам вот федеральные популяционные спикеры, Малышева, Мясникова и прочие, говорили бы вот об этих значимых вещах. Ведь о том же падении, да. Ну, мы с вами специалисты вот в гериатрии, мы понимаем, что это медицинская проблема. А сейчас сделать, если скрининг опрос, то 90% врачей скажут, что это происшествие случайное. Это не медицинская проблема, и не несем мы это светлое знание. Вернее, мы-то несем, нам не помогают в этом вот федеральные СМИ особенно. Но я очень надеюсь, вот сегодня практически 600 подключений, что наши с вами разговоры. И как вот, я забыл, как это называется, вот, когда один передает другому вот это вот все, да. И вот сегодня... Из уст в уста. А? Из уст в уста. Сарафанное радио. Да, да, да. Сарафанное радио. Вот я что вспоминал. Сарафанное радио, вот те проблемы, которые мы поднимали сегодня, и вот гериатрические статусы этих проблем, коллеги будут, которые были сегодня с нами. Я прошу прощения, мы вот с Юлей Викторовной так заговорились. Сколько бы мы, Юлей Викторовна, с вами не говорили, нам никогда не хватает с вами времени. И сейчас уже больше часа мы с вами говорим. А я даже забыл заглянуть в чат, чтобы поотвечать на вопросы. Коллеги, не переживайте. В понедельник мы нашу встречу начнем с ответа на сегодняшние ваши вопросы. Поэтому обязательно придите. И все вопросы, на все вопросы я ваши отвечу прямо с самого начала встречи в понедельник. Я очень прошу прощения. Я думаю, что все равно наша беседа была с Юлей Викторовной сегодня была для вас полезной. И с точки зрения практических выводов. И мы обсудили сегодня еще раз гериатрическую мозаику. И что это действительно очень актуальная и важная проблема, которой надо заниматься. Я думаю, что в 2021 году мы уже начинаем, Юлия Викторовна, на 2021 год строить планы. В том числе с коллегами. И мы обязательно сделаем отдельную какую-то передачу на нашем информационном портале MedPoint, где будем, вот мы уже с Валентином Сергеем и Остапенко договорились, будем прям разбирать каждый гериатрический тест и какие выводы из него можно сделать врачу общей практики. Вот мне кажется, это тоже важный будет такой информационный проект. Я надеюсь, что он будет поддержан всеми. И коллеги тоже будут приходить смотреть. Спасибо большое, Юлия Викторовна, за то, что нашли время. Коллеги, спасибо большое. Жду в понедельник и обязательно ответим на все ваши вопросы. До свидания. Спасибо, всего доброго.